На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. В каких-то случаях пугаем мы новыми ограничениями, новыми сложностями, которые сваливаются на нашу голову ежедневно практически, а ведь жизнь продолжается. И ежегодное мероприятие Riga Fashion Week началось уже вчера, с 12 по 16 октября, будет проходить, и уже проходит, и победители будут объявлены в 10 номинациях, и, в принципе, новшество, о котором мы уже упомянули, о том, что каждый может стать, можно сказать, гостем Riga Fashion Week, но виртуально. Благодаря технологиям. И вообще, я бы сказал, жизнь коротка, мода вечна. Переделав известную поговорку и цитату. У нас в гостях тоже виртуально президент Балтийской Федерации моды и продюсер Riga Fashion Week Елена Страхова. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем. Сразу начнем с поздравлений, что мероприятие состоялось. Большое спасибо за поздравление. Riga Fashion Week. И вот, наконец, он приблизился, и вдруг, да, как вы правильно сказали, свалилось на голову. Не было никогда, и вот опять. Да, и вот опять. Ну, кстати, год назад мы тоже делали примерно в таких же условиях, поэтому второй раз как бы уже с одной стороны чуть легче. Уже на опыте, на опыте. Да, с другой стороны, немножко сложнее, потому что опять как-то все очень много, что непонятно, каких нюансов и деталей. И, конечно, мы и вчера, и позавчера, так же, как я думаю, что многие, кто организовывает на этой неделе культурные мероприятия, пытались выяснить, что мы можем, что не можем в связи с этими всеми нашими новыми ограничениями. Но главное, что праздник моды не отменился, а наоборот, мы планируем его до субботы проводить. Каждый вечер ждем гостей, кто получил приглашение оффлайн посетить мероприятие. Только не забудьте, пожалуйста, маску. Это в этот раз обязательно даже для вакцинированных и переболевших. Кто не сможет посетить или у кого нет сертификата, те милости просим в онлайн-версию. В этом сезоне мы транслировать будем все показы, которые будет проходить в АТО-центр. То есть если мы раньше как бы в экспериментальном виде это делали, пробовали, скажем так, как аудитория реагирует на онлайн-показы и трансляции, насколько это интересно, поняли, что это людям интересно. И в этом году мы решились на такой шаг, что все показы всех дизайнеров будут транслироваться и будут доступны в онлайн. Но онлайн это на Фейсбуке, на аккаунтах Рига Фэшн Уэйк и АТО-центр или на какой-то специальной платформе? Это платформа Spitz.lv, это платформа ТВ.нет и, конечно, наши аккаунты в соцсетях, в Фейсбук, Инстаграм. И в этот раз также все дизайнеры будут транслировать в своих соцсетях, в своих аккаунтах Инстаграм. И там не будет ограничений, то есть любой желающий может присоединиться, посмотреть? Да, конечно, приобщиться к моде, посмотреть, какие тенденции, что наши дизайнеры целый год для нас готовили усердно. Я вам скажу, что шоу грядут очень интересные. Пожалуйста, подключайтесь. Ну, список участников, в принципе, известен. Это Наталья Янсена, это бренд Аморал, это магазин, ну, если можно так сказать, магазин, салон Волга Винтаж, это Катя Шихурина, это Нола. Кто еще, может быть, кто-то из новых, из молодых дизайнеров, кто из иностранных участвует? Ну, с иностранными в этот раз, как вы понимаете, мы даже, в общем-то, не планировали, честно говоря. Но вот одна марка, которая у нас участвовала в последние годы уже стабильно много раз подряд, это Диана Арно. Очень красивая одежда для современной женщины. Вот, они украсят, скажем так, своим иностранным именем среди наших латвийских участников. Ну, и Катя-Катя Лондон все-таки тоже, хоть и наша Шихурина, а таки из Лондона. Ну, это такой уже, да, бренд, который получил признание и здесь, и в Лондоне. И в Лондоне у них магазин, поэтому такая у них двойственная… Да, Катя, конечно, большая умничка, ничего не скажешь. Да, идентификация такая, на две страны как-то. А только вы упомянули женскую одежду, будут ли какие-то специальные, ну, я так понимаю, детские будут, а будут ли мужские? А то вечно, вы знаете, оголтелый сексизм происходит на модных неделях. Очень мало что-то для мужчин. Почему? Доколе, в конце концов? Мы в 21-м году 21-го века живем. Остановите меня, отвечайте, пожалуйста. Ну, вы знаете, я с вами полностью согласна. Я тоже считаю, что мужской моды на нашем пользе должно быть больше. Но вот с коммерческой точки зрения это, к сожалению, пока не так выгодно, и немногие бренды решаются на то, чтобы производить именно мужскую одежду. Плохо раскупаете? Так что, мужчины, пожалуйста, будьте активнее в своих покупках, дизайнерских одеждах. Разбирайте кошелечки. Тут, дай бог, одеть своих спутниц. А носовик уже, может быть, и не хватит. И это тоже, да, и это тоже, конечно. Я знаю, что мужчины стараются, в первую очередь, для женщин, конечно. А как иначе? Про себя они вспоминают уже потом. Поэтому получается, что на свою-то одежду уже особо-то и не хватает, видимо, ресурсов. А модная неделя, неделя моды, она не будет же ограничена только показами? Какая-то и выставка приурочена, и прочие мероприятия. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, сегодня открывается выставка инсталляции Элины Балтеце в Digital Workhouse, которая представит свою коллекцию, на которую, между прочим, полтора года назад она выиграла финансирование среди многих молодых дизайнеров и получила тогда грант на создание коллекции. И вот как раз эта коллекция, наконец, увидит свет. И любой желающий может посетить до 17 октября, до конца недели. Не только моды, но и недели вообще. Посетите, посмотрите эти интересные инсталляции. Кроме того, будут презентации и дизайнерских брендов, которые работают с ювелирными украшениями и с бижутерией. Но это такие уже небольшие презентации, которые мы приготовили больше для масс-медиа, чтобы осветить какие-то новые коллекции, которые появились среди аксессуаров. Каким образом можно приобрести то, что заинтересует тех, кто будет смотреть эти показы? Большинство дизайнеров предлагают свои же коллекции в онлайн-магазинах. Ну и оффлайн тоже пока еще работает. Не позакрывали же нас совсем. Так что милости просим, кто посмотрел, что-то понравилось кому-то на подиуме. Можно всегда связаться и через Инстаграм, и дизайнеру написать в Инстаграм-аккаунт, и в Фейсбук, я думаю, и пойти в магазины, в мастерскую. И поддержать местного производителя, что называется. Да, поддерживайте, пожалуйста, наших дизайнеров. Я очень призываю вас. Да, мы тоже, мы тоже, мы за наших. Елена, вы много и часто общаетесь с дизайнерами, опять же, учитывая все ограничения, все сложности с доставками в том числе. Были ли какие-то у них затруднения в подготовке новых коллекций? Ну вот, пошить действительно, фурнитуру какую-то достать, ткани и прочее. Да, конечно, пандемия довольно сильно ударила по фактически всем звеньям производства, поскольку заводы работали с перебоями, и фурнитура, заводы, производящие не только ткани, но и фурнитуру, и поставки, просто логистика, да, то есть и коллекции где-то задерживались, не успевали. Ну, в общем, это очень сложный период был, конечно. Я думаю, что каждому из наших дизайнеров можно поставить памятник при жизни. Высказывалось такое мнение достаточно резкое о том, что пандемия вызвала все-таки моду больше на какие-то пижамки, на домашнюю, то есть некуда выгуливать из-за того, что стало меньше мероприятий, дамам, светским львицам стало негде выгуливать платья роскошные, и что высказываются такие предположения, что мода уйдет скорее вот как раз-таки в такую... для удаленки, условно говоря, спереди богато-красиво, сзади, может, все равно повернулся к камере только передом. Как у Портоса, да? Да, да, да. Ну, что-то, конечно, отчасти, какая-то правда в ваших словах есть, не скрою, но я вам скажу так, я общалась с дизайнерами, когда еще вот после первого локдауна, я говорю, ну как вы, что у вас там? После того, как заканчивается локдаун, люди рвутся в магазины, покупают активнее, чем... Ну, как будто бы как бы вот этот период сразу после локдауна, он, в общем-то, покрывает большую часть того, что было упущено во время локдауна. Ну, а то, что мода, в связи с этим тоже немножко приобрела такой тренд, пижамно-гламурный, пижамно-спортивный, ну, мода, она всегда подстраивается под наши реалии, да. На сегодняшний день, кстати, даже очень модно иметь костюм, такого пижамного покроя, на который можно одеть пиджак и выглядеть очень модно и стильно. Лет через 20 вечный наш Александр Васильев, историк моды, устроит потом выставку вот этих вот костюмов сезонов 20-22 годов, как запросто, наверняка уже же собирает. Елена, а вы упомянули, ну, это вполне естественно, да, действительно, из-за всех этих затруднений, сложности пошить коллекцию на каких-то там фабриках и так далее. Возможно, в связи с этим тоже как-то качнулось в сторону ручного труда, каких-то там, не знаю, вышивок. Ну, то, что не обязательно заказывать в больших объёмах и на фабриках, а можно сделать у каких-то, ну, условно, там, рукодельниц. Какие-то такие элементы, они были привнесены? Я думаю, что навряд ли, честно говоря, потому что люди идут всё-таки в сторону упрощения, а не усложнения, да. Хотя, конечно, все эти вышивки и какие-то рукодельные вещи, конечно, они ценятся, и наши дизайнеры, в общем-то, этим как бы и отличаются от большинства, скажем так, масс-маркета одежды, да, что есть какие-то элементы, которые всё-таки привносят вот эту индивидуальность, этот шарм, но их, конечно, всё равно всё меньше, да. Это очень дорогая вещь. Ну, задорого сложно продать. Чем дороже, как вы понимаете, тем сложнее продать. Когда происходят трансляции как раз-таки всех показов, потому что я зашёл на спицы.lv, и здесь пока вот неактивная ссылка, я понимаю, что она, очевидно, станет активной, когда начнутся трансляции. Вот во сколько подключаться? У нас все показы идут ровно, там, скажем, в 6, в 7, в 8, да, расписание идёт. Исключение два показа детских в субботу, которые начнутся в 3.30 и в 4.30. Ну, вот тогда и подключайтесь. Мы активно призываем наших гостей прийти чуть пораньше, ну, даже не чуть пораньше, а где-то за полчасика, чтобы занять хорошие места в зале. И ровно каждый час мы будем подключаться. У нас будет ведущая Грета Пейде, которая будет вести репортажи, в том числе, с бэкстейджа и показывать всякие разные интересные штучки, которые даже тем, кто будет сидеть в зале, не будут доступны, скажем так, не видны глазом обычным. Поэтому даже что-то зрители онлайн увидят даже больше, немножко, чем просто то, что будет на подиуме. Ну и в какой-то момент в бэкстейдже репортаж переключится уже на трансляцию и того, что будет происходить на самом подиуме. Я как раз открыл сайт РФВЛВ, и там выложена подробная программа. А вчера на Фейсбуке я видел репортаж как раз с бэкстейджа. Куча оборудования, и всё готово к трансляциям. Так что остаётся всего лишь следить за программой и вовремя включить девайс, лаптоп или телефон и насладиться этими зрелищами. – Спасибо большое. Будем подключаться, будем следить, смотреть и, ну, я надеюсь, поддерживать, конечно, производителей. – И носить. – И носить самое главное, да. – Спасибо огромное, Елена. Напомню, мы беседовали с продюсером, с организатором «Рига Фэшн Уик» Еленой Страховой. Ещё раз поздравляем с тем, что удалось запустить всё-таки мероприятие, несмотря ни на что, и успех. Да, скрестили пальцы, держим кулаки, остаемся на связи. Хорошего дня, Елена. – До свидания. Утро на Волкове. Всё начиналось здесь. С чистого листа, с луга. С грязных коленок и растрёпанных волос. Вместе со своими. Открывая, пытаясь, ошибаясь, мы делали что-то неправильно, но делали, чтобы мы могли...